Всем привет друзья! Сегодня хочу вам предоставить обзор модели Focke-Wulf 189A1 от фирмы ICM в 72 масштабе. Хочу сказать огромное спасибо компании ICM Москва за предоставленную модель для обзора. Focke-Wulf 189A1 это модификация самолета-разведчика. Наши советские бойцы прозвали его рама за характерный вид и всегда говорили летит рама, жди бомбежку. Ну что, начнем с обзора. Первое, что мы видим, это красочный бокс-арт. Глянцевая коробка, очень приятная на ощупь и на внешний вид. Сбоку у нас указана модификация, ее краска. Так, дальше смотрим, что внутри у нас. Так, сразу скажу, приятная коробка, что она очень прочная, выполнена из прочного картона. В коробке у нас инструкция. Один пакет с литниками и декаль. Начнем с инструкции. Инструкция у нас выполнена в виде журнала, формата А4. Глянцевая сторона. Все последующие пошли матовая. Печать полноцветная. На титульном у нас указано описание самолета, технические характеристики на русском и английском языках. Также используемые краски. используется у нас Revell или Tami. Палитра указана. В конце видео вы увидите фотографии обзора, что если захотите приобрести, можно будет уже сразу краски заказать. Так, в виде журнала. Смотрим. Первый разворот у нас. фотографии, сканы литников, получается. Используемые, неиспользуемые детали. Здесь у нас есть неиспользуемые детали, красно выделенные. Дальше у нас сборка кабины пилота. Дальше у нас сборка еще кабины пилота. Пошла сборка фюзеляжа. Сборка двигателя. Далее сборка крыльев, сборка шасси. Сразу хочу обратить внимание, что сделана инструкция очень детально и подробно. Установка шасси. Установка двигателей. Далее у нас подвеска вооружения. Все. Это у нас итоговое фото 3D-модель. Собрана модель, как она должна выглядеть. И у нас варианты окраса. Варианты окраса у нас даны на 3 модификации. Это у нас 1 июнь 42-го Полтава. Лето 42-го Россия. И март 43-го Финляндия. Это у нас зимний окрас. Приступим непосредственно к обзору литников. Далее что у нас есть? Декаль. Фото декали будет в конце. У нас 1 пакет в коробке находится и 1 пакет с прозрачным пластиком. В наборе у нас 2 литника. Начнем с мелких деталей. Расшивка у нас довольно-таки качественная. Мелкие детали пролиты очень хорошо. Так, это у нас вооружение его. Пулеметы тут даны, которые в кабине устанавливаются. Так, следы толкателей у нас находятся внутри. Мелкие детали все пролиты качественно. Облоя, недоливых нет. Так, смотрим. Следующий у нас получается. Литник с крыльями. Также у нас расшивка хорошая. На крыльях тоже. Следы толкателей находятся внутри. Ни недоливов или каких-либо дефектов я не вижу. Все просто отлично. И литник с прозрачными деталями. На данном литнике тоже все замечательно. Каких-либо дефектов нет. Все остекление, все прозрачное. Хорошо будет просматриваться внутренность кабины. Что могу сказать про данную модель? Данная модель очень качественная у ICM-а. Пластиковая ICM-а мне очень нравится. Сейчас собираю модель Доранья. В ближайшие дни уже начну собирать данную модель. Фото будут у нас в группе выложены. Фотоотчеты по сборке. Видео постараюсь тоже снимать по сборке. Чтобы было более это все понятно. Всем спасибо за внимание друзья. Ожидайте наших следующих обзоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok